Банальный вопрос, о чем эта книга? С удовольствием это сделаю в двух-четырех словах, потому что в двух действительно мало. Эта книга состоит из трех повестей. Две из них написаны в этом году, весной, написана быстро, а одна написана в 90-е годы. Они составляют такое триединство. И, конечно же, у меня уже спрашивали и продолжают спрашивать, почему Красный Рог? Почему не белый, не синий, не серо-буро-малиновый и так далее? Красный Рог – это повесть, это остро-современная повесть, действие которой происходит сейчас. Более того, часть действия этой повести происходит в Кремле. Но это не политическая повесть, это повесть об одном сокольнике, который, или сокольничем, как говорили раньше, который в Кремле занимается отломом и уничтожением вредоносных птичек, которые там вот все это делают. Как вы достигаете того, что, дочитав до конца, читатель должен вернуться в начало и переосмыслить, и понять, и обдумать, и всякий раз это новое понимание? Настоящая книга всегда, когда, как только я дохожу до последней строчки, я сразу возвращаюсь назад. Кроме того, этого требует композиция произведения. Композиция произведения – очень интересная вещь. Я вот себя в Институте журналистики, где литература творчества, читал лекцию «Композиция в романе Булгакова «Мастер и Маргариты». Народ просто на ушах стоял, потому что все думали, что «Мастер и Маргариты» – это Воланд, кот на этом и так далее. Но на самом деле это гигантская, поразительная работа писателя, ведь он 12 лет работал, 6 редакций сделал. И во всех этих редакциях Булгаков работал больше всего над композицией, больше всего над соотнесением кусков, над характеристикой перечекающей таких зеркальных отношений. Это очень сложная работа. И я, в общем, работаю над композицию. Проза – это не так, как, знаете, Пушкин писал, как безрасчетный дуралей, вообще решась на злое дело. Взял дуралей, сел и пишет подряд. Закрыл глаза и мечту мечтает или там это самое. Я так не делаю, хотя по наитию пишу много, но потом много правлю, поэтому и перечитывайте. Игорь Станиславович, ну сразу вопрос, стоит ли нам опасаться инопланетян? Такой, чтобы людей заинтриговать? Вы знаете, перефразируя известные слова Гоголя, который писал, тому не надо ходить к черту, у кого черт за спиной. Точно так же и с пришельцами, и с инопланетянами. От нас ничего не зависит. Есть они, значит, они рядышком. Нет, значит, от нас ничего не зависит. Я хочу поприветствовать людей, которые пришли со мной сегодня на встречу и очень тронут этим. И могу сказать, что меня очень хорошо представили, в общем, практически все за меня сказали. Единственное, что хочу сказать, начиная с конца, что если бы мне когда-нибудь сказали, что я буду писать книгу вот с таким названием, я бы сказал, нет, это не про меня. Потому что я всегда занимался серьезными политическими расследованиями и, в общем, никогда не думал, что буду заниматься такой темой, которая обозначается таким не очень серьезным словосочетанием, как пришельцы, инопланетяне и так далее. Вот так случилось, что мало того, что я много лет этой темой занимался, еще и получилась вот такая книжка с таким интересным названием. Собственно, все, что написано в этой книге, все это явилось результатом многолетнего исследования. Более того, когда документы, которые я читал в секретном варианте, стали рассекречиваться, мы начали искать людей, которые имели отношение к этим документам. И здесь в этой книге приведены свидетельства уже, как в открытом источнике, свидетельства тех самых людей, которые имели отношение к этим документам, которые изучали эти явления, которые сталкивались с этими явлениями. Я не хочу цитировать книгу и не хочу отвечать на вопрос, есть ли инопланетяне или нет. Я думаю, что это как раз для того человека, который доберется до этой книги, до конца этой книги. Но одно могу сказать точно, что в этой книге существует ответ на огромное количество вопросов, ответы на огромное количество вопросов, с которыми так или иначе мы все сталкиваемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, конечно, да, институт премий – это альтернатива с моей точки зрения коммерческому рынку, коммерческому чтению, рекламе и так далее. Но с другой стороны, есть несколько механизмов, которые делают книги бестселлерами. И премия, в общем-то, как мне кажется, это один из них. Ганкуровская премия – это 10 евро. И миллионер Уэльбек прыгал под потолок, получив эту ганкуровскую премию, 10 евро. И если бы не было 10 евро, он все равно прыгал бы под потолок. Потому что у него есть авторитет. Это экспертиза, экспертное заключение, к которому французы за 100 с лишним лет существования этой премии уже привыкли. У нас, видимо, пока не привыкли, потому что наши премии существуют, ну вот Букеровская – это сколько она? С 1991-1992 года где-то, да? Ну, 20 лет. А большая книга – вот 6 лет. Владимир, что меняет в жизни писателя такая премия, как Бунинская, премия с короткой историей и довольно такой извилистой судьбой? Да, по сути, ничего не изменило, кроме, конечно, неприятных минут, которые доставило мне вот это вручение диплома с хорошей формулировкой за философскую емкость художественных образов. Я действительно с этим согласен. Я тут тот же самый, когда писал, я, наверное, неосознанно думал об этом. Это приятные минуты. Тем более сейчас я могу говорить о премиях уже, знаете, немножко по-другому. Раньше я не имел особенного права, как писатель, выступать против премии в их значении сегодняшнем по одной простой причине, что я не получал их. И, конечно, любой бросил бы в мою сторону камень, сказал, вот не получил, поэтому критика, естественно. Как читатель, ну, мне кажется, все читатели, ну, более-менее квалифицированные, невольно все-таки премиальные списки учитывают. Потому что в любом случае, в любом премиальном списке, в лонг-листе и в шорт-листах встречаются такие пункты, увидев которые, выискает мысль, о, интересно, что это такое. То есть не лезко, что вообще нет критерий. Конечно, они есть, но они размыты, поэтому для одного важны такие критерии, для другого эти. То есть очень, как бы, невозможно составить одно абсолютно объективное мнение. Поэтому, естественно, всегда будет реакция, что жюри премии — это идиоты. Это просто неизбежно. Мне кажется, с этим, ну, как бы, это одно из условий игры. Книга насыщена историческими фактами нашей страны. Сейчас, завтра у нас выборы, поэтому многие начинают задумываться о будущем России, начинают искать какие-то, ну, не знаю, наметки, может быть, подсказки, что ожидают Россию в нашей истории. Прошли ли вы такой точно путь, когда работали над книгой? Что для вас было самым сложным с точки зрения исторических фактов? Во-первых, я хотел бы сказать, в связи с готовящимися завтра выборами, мне кажется, то, что происходит сегодня на нон-фикшн, то есть выборы книг, на мой взгляд, это гораздо более сильный фактор, более сильно влияющий на судьбу человека и в целом на русскую судьбу, чем хождение в предвыборные кабинки. Возможно, это такое слишком спорное заявление, но для меня это несомненный факт, так что читайте книжки. Ну, а вопрос Юлии Гуменко к литературному агенту. Трудно ли в современной России находить перспективных авторов, молодых? На самом деле, очень сложно находить молодых перспективных авторов. Серёжа вообще исключение из всех возможных правил, потому что он гений. Ну вот сидит гений, будущий лауреат русского букера и большой книги, безусловно. Это удивительно, но такая удача агентская случается раз в 10 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вся наша жизнь – движение к цели. И этот плакат изображает то, что надо избавиться от животных страстей и стремиться к самосовершенствованию. Редактор субтитров А.Семкин